Добрый день, уважаемые зрители и друзья телеканала «Ултправда ТВ». С вами рубрика «Пресс Батва» и я, ее неизменный обозреватель Антон Картошкин. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом и надеюсь, что в 2021 году в региональных СМИ мы будем вместе с вами наблюдать еще больше позитивных, нестандартных и неординарных новостей. А сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, наиболее интересные статьи, репортажи и заметки, которые за прошедшую неделю подготовили корреспонденты и обозреватели печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Общественно-политический еженедельник «Народная газета» отметил 30-летний юбилей. Пышные торжества развернулись в стенах редакции на улице Пушкинской 11 января. В этот день коллектив газеты провел торжественную планерку в онлайн-формате, где в ней приняли участие и коллеги из районов области. Также в адрес редакции поступило поздравление от губернатора Сергея Морозова и главы «Ульяновской» Сергея Панчина, который вручил знаковые награды коллективу. Одна из них – легенде советской российской печати, фотокорреспонденту «Народки» Владимиру Ламзину. Наград в эти дни было много. Почетными грамотами и благодарностями губернатора за вклад в развитие СМИ награждены шесть сотрудников НГ. Поздравляю своих коллег. Также специальный корреспондент газеты Данила Ноздряков порылся в архивах и все-таки нашел самый первый номер «Народной газеты», датируемый 11 января 1991 года. Какие темы поднимали журналисты 30 лет назад и что было актуально в то время, можно подробнее узнать в разделе «Важная бумага». Веселый журналист Игорь Улитин рассказал, что в Ульяновск приезжал детский писатель и один из создателей мультфильма «Смешарики» Игорь Шевчук. Юные читатели Центральной городской библиотеки имени Гончарова смотрели на гостя как завороженные и повторяли за ним все движения. Но давали щеки, махали руками и корчили рожицы. Занимательное интервью двух Игорей «Дети верят и фиксиков и в Деда Мороза» читаем в разделе «Собеседник». Анна Григорьева задумалась о сложности зимних пейзажей. Летом карнавальное сумасшествие красок, весной нежная зелень, прозрачный воздух и брызги свежести. Осенью мудрость пышно увядающей природы. А что же зимой? Журналист сделала подборку зимних картин русских художников Натальи Гончаровой, Ивана Щеголева, Михаила Радонежского, Дмитрия Архангельского и других. Подробнее на печатном вернисаже. Журналист Андрей Творогов в компании с фотокорреспондентами газеты Павлом Шалагиным и Владимиром Ломозиным провел инспекцию снеговиков в городских дворах, площадях и скверах. Текущая зима выдается по-настоящему снежной и морозной. Как говорится, сам Бог велел лепить простые снежные скульптуры. Подробнее о снеговикопаде на страницах издания. В заключении для любимых читателей газета располосилась на стенам, календарем на наступивший 2021 год. И как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах любимой газеты. Журналист издания «Ульянская правда» Олег Долгов рассказывает о том, что с началом января текущего года в Ульянскую область пришла настоящая снежная зима. Сильный снегопад завалил дороги в городе и по области. На ликвидацию снежного покрова выпустили порядка 300 единиц спецтехники и более 800 дворников с лопатами. Подробнее на передовице издания. Газета «Канаж» на чувашном языке рассказывает, что коллективы художественной самодеятельности Цельнинского и Сенгелейского районов участвовали в шестом фестивале православной культуры и традиций малых городов и сел «София-2020». Из более чем двух тысяч участников лауреатов фестиваля конкурса стали детский ансамбль «Хевел солнце» и взрослый коллектив «Уколча околица» из Цельнинского района, руководит ими Елена Лянкина. На днях они получили памятные дипломы, а из Сенгелеевского района жюри выделало дуэт села Алешкино в составе Екатерины Шепелевой и Ларисы Красновой. Также заслужили внимание ансамбль «Чувашские мелодии» и «Флэш» из села Елаур. Поздравляю конкурсантов! В газете «Элгат» на мордовском языке сообщается о том, что в регионе стартовал год детского спорта. В прошлом году глава Ульянской области Сергей Морозов на заседании Совета при губернаторе по развитию физической культуры и спорта выступил с инициативой объявить 2021 год в нашем крае именно годом детского спорта. Подробнее на передовице национального издания. К районным газетам еженедельник Ульянского района Родины Ильича подвел итоги второго муниципального этапа конкурса «Мордовская красавица-2020». Конкурс был организован Ишеевским домом детского творчества для стимулирования интереса молодежи к изучению, сохранению и развитию традиций и обычаев мордовского народа и мордовской культуры, а также популяризации творческих достижений подрастающего поколения. Подробнее в материалы Алены Одинцовой «Мордовские красавицы» покорили жюри. Ирина Николаева рассказала, как вести себя на сильном морозе. Почти всю неделю МЧС Ульянской области объявляла желтый уровень опасности по морозам. В середине следующей недели синоптики снова прогнозируют понижение температуры воздуха. Главное правило выживания в аномальной холода – снабжение организма питанием для выработки внутренней энергии, которая согревает весь организм. Лучшим питанием служит сало. Если по какой-то причине нельзя есть жиры, их следует заменить на белковую пищу животного происхождения, например, мясо. Только потом, поев, можно выходить на улицы, не боясь сильных морозов. Об этих и других советах подробнее в разделе «Социум». Журналистка старомайнских «Известий» Мариша Рудь вместе с работниками старомайнского межпоселенческого культурно-досугого центра и детской библиотекой подвела итоги новогодних и рождественских онлайн-акций и марафонов для детей и взрослых. Очень отрадно, что старомайнцы в них приняли самое активное участие. Подробнее в разделе «Актуально». Издание «Новое время» Базарно-Сызганского района уделяет большое внимание теме молодежи в 2021 году. Мария Колодина побеседовала с девятиклассницей районной школы номер 2 Викторией Лариной. Девушка является членом детско-общественной палаты и председателем детского общественного совета в Базарно-Сызганском районе. Здесь же районка развивает тему детского спорта и здорового образа жизни. За окном белым-бело, от снега на радость детям и взрослым на мели сугробы. А низкие температуры позволили залить катки. В районе проходят декады спорта и здоровья. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Журналист Александр Агапов рассказывает про ульяновского спринтера Игоря Образцова, который роскошно начал новый календарный год. В Екатеринбурге он стал победителем традиционного всероссийского турнира «Рождественские старты». И, кроме того, установил новый областной рекорд в беге на 60 метров, который держался более 30 лет. Подробнее на первой полосе спортивного вестника. Журналист информационного портала управда.ру Андрей Корчагин полюбопытствовал на кошачью тему. Он выяснил, что компания «Медиалогия», которая автоматически анализирует средства массовой информации и соцмедиа в режиме реального времени, составила рейтинг «Котики в СМИ-2020», в который попали прошлогодние события, связанные с различными котами. Ставший настоящей звездой ульяновский кот по кличке Кайт теперь работает заместителем регионального министра природы и цикличной экономики. Он попал в тройку лидеров топ-10, уступив лишь Наташиным котам, которые все уронили, и котам из Эрмитажа, которые меценат из Франции оставил часть своего наследства. Новостной портал «Медиа-73» сообщает, что 14 января в календаре отмечен днем против прокрастинации и откладывания дел, в том числе и крайне важных, на более поздний срок. Несомненно, к самым важным вопросам относятся вопросы здоровья, которые врачи настоятельно рекомендуют не откладывать на потом. Здоровье напрямую зависит от образа жизни, который ведет человек, и с Нового года можно скорректировать его, отказавшись от курения, нездорового питания, низкой физической активности и употребления алкоголя, разрушающего организм. Новый этап в жизни медработники рекомендуют начать с обследования, которое сможет выявить артериальную гипертонию, ожирение и нарушение липидного обмена. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода грядки нескучных новостей через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова